МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, репортер. 73 представляет информационный выпуск. Каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Максим Бажанов. Смотрите сегодня в программе. Три десятка скорых. На каждую подстанцию будет тот автомобиль, который будет эвакуировать пациентов непосредственно уже с районов области. Подарок водителям ко дню работника транспорта. Деньги в дело. Больше всех беспокоит на сегодняшний день это здравоохранение. На здравоохранение заложено 30 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Поправки в бюджет перед вторым чтением. Лютый холод без батарей. В современном мире, где отправляют космические корабли на исследование Луны, на Земле есть проблемы прошлых веков. Мы сейчас находимся не в заброшенном доме, а в здании, где живут люди без воды, газа и других удобств. С ремонтом дорог в этом году Ульяновская область справилась на 100%. Намеченный план выполнен в срок. Все 62 участка в регионе, 26 из которых в областном центре. Финальным аккордом прозвучало открытие моста через реку Борло, который соединил Теренгульский и Кузоватовский районы. Об успехах года текущего и задачах на предстоящей говорили на ежегодной транспортной неделе в Москве. Подробности далее. Россия справляется с одной из двух своих главных бед. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» по итогам уходящего года признан одним из самых успешных по стране. 7042 объекта, из которых 90% полностью завершены. Если в прошлом году мы сделали 113 километров дорог, то в этом году 195 километров дорог. Фактически двукратное увеличение. И я думаю, что это только благодаря тому, что сегодня есть поддержка, есть понимание того, что если ты будешь нормально работать, то тебе нормально помогут. Помощь нужна. Проблемы, несмотря на огромную протяженность российских дорог, общие от региона к региону. Мы столкнулись с определенными проблемами, такими как низкий уровень подготовки кадров, как со стороны подрядчиков, так и со стороны заказчиков, низкое качество проектно-сметной документации, отсутствие синхронизации дорожных работ с работами по ремонту и замене инженерных коммуникаций. БКД подтолкнул и региональные власти, и дорожников решать эти просадки максимально эффективно. В итоге в той же Курской области все работы, это 70 объектов, в этом году завершены в срок. В Ульяновской исполнение программ в 2020 году ускорилось благодаря 340 миллионам, выделенным из резервного фонда правительства Российской Федерации. По итогам дорожного сезона в нормативное состояние приведено 46% региональных автодорог и почти 72% в границах Ульяновской агломерации. Мы достигли неплохих результатов в части безопасности дорожного движения. У нас идет снижение в целом дорожно-транспортных происшествий на территории региона. И, конечно, достижение этих целей неразрывно связано с реализацией этого большого национального проекта. Из крупных дорожных проектов в регионе в 2021 год переходит строительство левобережной развязки президентского моста. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию с опережением графика. Накануне 20 ноября в России впервые отметили День работника транспорта. Новый профессиональный праздник объединил около 4 миллионов человек из более чем 400 отраслей. Одна из главных в современных реалиях – скорая медицинская помощь. Водители службы отметили в этот день особенно им вручили более 30 новых автомобилей. Подробности далее. День транспортного работника водители скорой помощи запомнят надолго. Мало того, что он празднуется первый раз в истории, так еще и подарок. Самый главный для водителя – новые автомобили. Всего Ульяновская область получила 28 скорых помощь класса «Б» и 6 автомобилей класса «С». Такой щедрый подарок стал возможен благодаря федеральной программе обновления автопарка скорой медицинской помощи. Новые автомобили, реанимация на колесах. Есть дефибриллятор, электрокардиограф и то, без чего сегодня не представить ни одну больницу – аппарат ИВЛ. Сделано все, чтобы фельдшеры не теряли драгоценное время в пути. Машины отправляются подмогой в пять районных больниц – Николаевскую, Барышевскую, Вишкаемскую, Чердоклинскую и Новомалаклинскую. Там сегодня создаются межрайонные подстанции скорой помощи. На каждую подстанцию будет тот автомобиль, который будет эвакуировать пациентов непосредственно уже с районов области, с тех подстанций, которые у нас организуются по марштизации в город. На этом подарки не заканчиваются. Каждому водителю скорой помощи личная благодарность и памятный подарок – часы. Только от вас, от вашего умения, профессионализма порой зависит жизнь человека. Вы без привлечений находитесь на самом передовом рубеже борьбы со смертью или за здоровье человека. И на рубеже этом круглые сутки. Как рассказывают сами водители, порой за рулем по пять-шесть часов без остановки. Вызов за вызовом. Ежедневный преодолеваемый километраж – минимум 100 километров. И это в самый спокойный день. Очень много увеличилось вызовов. Очень много. Работ, конечно, стало тяжелее. В отличие от того, что были в обычной смене, ну, где-то, допустим, 4-5 вызовов, сейчас поднимается до 12 до 13, от 10 вот так вот очень много вызовов. А потому обновление автопарка как никогда вовремя. Пандемия бьет сильнее. Новые машины, как успокоение и гарантия, доберутся до всех и в любой уголок нашей области. А современные оборудования выводят оказание скорой помощи на новый уровень. Максим Бажанов, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. К 17 заброшенным домам ход закрыт. Оградили 9 строительных площадок. Планируется снести 5 недостроев и аварийных зданий. В Ульяновске позаботились о безопасности прежде всего подростков. Именно они чаще всего пущают такие места. 31-й дом на улице Крымова не заброшен, но забыт. Хотя в нем и живут люди. Горячая вода, отопление, удобств для жизни в 21 веке у них нет. Подробности в материале Маргариты Матюшинской. Когда вот вымою на кухне полы, ледом покрывается, хоть каток вот, и не все покрывается. Потолок ледяной, коммуналка дорогущая, заразваливающаяся стеной, проводка колючая и опасная. Счета за воду, отопление, санитарные услуги Валентине Альмединовой приходят регулярно. Только богатств 21 века в квартире нет. В современном мире, где отправляют космические корабли на исследование Луны, на Земле есть проблемы прошлых веков. Мы сейчас находимся не в заброшенном доме, а в здании, где живут люди без воды, газа и других удобств. В куртках днем и ночью помогает только голанка, которая дымит, и обогреватель, накручивающий счетчик. Дом ровесник революции, разваливается аварийным, его признавать не хотят. Жильцы, заложники здания, несколько лет назад они приватизировали квартиры по просьбе строительной компании. Но дом так и не выкупили, оставив все на балансе города. У нас отдельно идет компания коммунальная и содержание и ремонт жилья. А что содержат они? Коммунальные услуги еще. За то, чего нет, женщина не платила. Но из суда стали приходить письма о задолженности. Кроме того, ежегодно переходит из одних рук управляющей компанией в другие, поэтому о многих проблемах у Кани в курсе. Но потолок на голову не рухнет, зимой жители ветхого дома не замерзнут. Ульяновцам обещают помочь и решить проблему с долгом. Тут с Крымова 31, к сожалению, к нам ни один из собственников не обратился. Дом-то все-таки мы не звываем о том, что 9 квартир. Сейчас мы сами туда выйдем, то есть я направлю специалиста, как результат мы произведем ей перерасчет. Целесообразно все-таки осмотреть вот эти вот коммуникации, присутствие управляющей компанией естественной, присутствие представителей ресурсоснабжающей организации для того, чтобы понять, с чего вообще пошла эта проблема, почему потребитель не имеет возможности пользоваться горячей водой и отоплением через центральные сети. И, соответственно, дальше уже понять, насколько правомерен этот долг и существуют ли возможности для его исключения. Условия захолустья почти в центре города не допустят. Общественники включились и обещали разобраться досконально в холодной истории. Сейчас же это на самом деле нонсенс, и нужно, конечно, более подробно изучать документы, платежки. Действительно, если они есть, мы готовы ознакомиться с ними и полную помощь юридическую оказать. Выход – реновация. Эксперты говорят, земля в тех местах дорогая. Многие строительные компании захотят воплотить там собственные проекты, не ущемив при этом права жильцов покосившегося дома. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтаяров, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Цифры растут. По данным сайта stopcoronavirus.rf, в России за сутки выявлено более 25 тысяч инфицированных COVID-19. В Ульяновской области с 22 на 23 ноября зафиксировано 243 новых случаев заражения. Больных в активной фазе около 4,5 тысяч. Умерло с начала эпидемии. 315 жителей региона. Санаторно-курортное оздоровление, реабилитация медицинских работников, которые либо переболели коронавирусной инфекцией, либо работают, ну, сейчас все практически медики работают с коронавирусной инфекцией. Губернатор согласовал уже продолжение этого проекта, спасибо медикам, на 2021 год, с января. Но там мы, в общем-то, расширили программу. Это и экскурсии в весенний, там, летний, осенний период. Также будем организовывать совместно с нашим агентством по туризму экскурсии. Вот, кроме того, готовим еще тестирование на сайте медицинской палаты. Тестирование анонимное для того, чтобы человек мог сам себя протестировать. И если видно будет по результатам тестирования, что ему нужна помощь психолога медицинского, значит, мы будем организовывать консультации психолога. Ну, и тренинги тоже для людей, тоже можно будет посмотреть, мы их готовим, они также будут на сайте и направлены во все лечебные учреждения. В минувшую пятницу весь мир отметил Дей ребенка, разглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. В Ульяновской области его отмечают в привычных форматах и онлайн. Дети – это наше будущее. Сделать его безопасным и здоровым, воспитать культурно-нравственные и образованные поколения – наша главная задача. Вера Мещерякова продолжит тему. Детских праздников немало, но 20 ноября – особая дата. С 90-го года Всемирный день ребенка считается основополагающим событием в вопросах защиты интересов детей. В нашем регионе к дате подготовились основательно. В течение недели проходили горячие линии комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченного по правам ребенка. Мы проводим онлайн-консультации. Мы провели достаточно большое количество конференций, в том числе и не только для детей, но и посвященных нашим будущим детям. Уникальные мероприятия провели совместно с детской общественной палатой. Большая форсайд-сессия посвящена будущему Ульяновской области. Молодежь подготовила четыре проекта, отражающих ее видение, какой должна стать область к 2030 году. Кроме того, до 20 ноября проходила уже традиционная акция «Коробка храбрости», заполненные подарками боксы, переданы в больницы и поликлиники. Инициативу поддержали члены парламентской партии региона. Мы установили непосредственно коробки на региональном отделении, на улице Ленин, 116, а и в Засвиярском отделении, местном отделении, потому что два больших микрорайона были связаны. Приходили простые члены партии, приносили детские игрушки, фломастеры, альбомы, сладости. Здоровье и благополучие ребенка – главная забота взрослого. Всем вместе под силу создать все условия для нового поколения. В регионе продолжается десятилетие детства. Всероссийская акция, стартовавшая в 2018-м. Нужно отметить, что в 2018-м году, в соответствии с планом реализации десятилетия, были разработаны национальные проекты. И я думаю, их рождение не случайно. Это национальные проекты образования, демография, культура. И что у нас в регионе уже только за эти два года произошло. Вот одно из направлений – это создание условий, доступных каждому ребенку. Имеется в виду школы, детские сады. Привести все ведомства, занимающиеся детским и семейным благополучием, к единому вектору – одна из первоочередных задач. На территории области работы ведут десятки профильных ведомств и фондов. Недавно подписано соглашение с фондом Тимченко, одним из крупнейших в России, успешно занимающимся благотворительностью уже 10 лет. В скором времени в регионе сформируют индекс детского благополучия. Сотрудничество, взаимодействие и обмен опытом помогут построить достойное настоящее для будущих взрослых. Проект регионального бюджета 2021 выходит на финишную прямую. Уже в среду, 25 ноября, его утверждят во втором чтении на заседании законодательного собрания. А пока последнее обсуждение – кому добавить средств, на что и сколько. В приоритете то, что касается жизни, благополучия и здоровья людей. А потому главная поправка перед вторым чтением – добавить в казну здравоохранения 100 миллионов рублей на капитальный ремонт больниц. Итого, сумма на здравоохранение в 2021 году – 30 миллиардов рублей. Больше всех беспокоит на сегодняшний день это здравоохранение. На здравоохранение заложено 30 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Для сравнения, могу сказать, в 2006 году Ульяновская область на здравоохранение тратила 2 миллиарда рублей. На поддержку местных инициатив добавили 45 миллионов рублей. Остальные сферы не обижены. Расходная часть у всех заложена с ростом. Представители счетной палаты назвали бюджет сбалансированным. Настолько, сколько позволяет ситуация в мире сегодня. И отметили, в 2021 году особенно важно вести борьбу за эффективную трату каждой копейки бюджета. Усилий только контрольных органов, как бы они ни старались, будет недостаточно. Очень важно, чтобы в голове у каждого управленца, который работает и на областном, и на муниципальном уровне, четко прослеживалась бы мысль, что эффективность расходов каждого государственного рубля является первостатейной задачей. Изменения потерпел и бюджет 2020-го. Федеральный центр направил дополнительные средства в регион для борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы вносим в закон об областном бюджете, а именно это 492 миллиона рублей, которые были направлены на дополнительное оснащение, перепрофилирование конечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Также мы получили 131 миллион рублей, которые войдут в закон об областном бюджете на 2020 год. Это материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения для борьбы с коронавирусной инфекцией. А еще более миллиарда рублей на обеспечение зарплаты бюджетникам до конца 2020 года. Напомним, второе чтение бюджета пройдет в эту среду, 25 ноября. 71 миллиард на все отрасли. Не обделить, но и правильно расставить приоритеты. Задача непростая, но выполнимая. Чтение регионального бюджета продолжается. Социально направленные на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. Большое внимание и экологии. Екатерина Терещенкова продолжит. Создание комфортной набережной одинаково привлекательной как для прогулок, так и для размещения речной инфраструктуры может появиться в Ульяновске уже в ближайшие годы. Над разработкой нового городского центра притяжения поработают участники Международного архитектурного фестиваля «Экоберег». Масштабное событие объединит отечественных и международных архитекторов. Не только опытных, но и новичков в профессии. Жюри оценит конкурсные работы и объявит лауреатов. В итоге должно родиться что-то вроде Казанской набережной, Ульяновской. Это шикарная набережная, на которую мы все смотрели, любовались. Ну, конечно, не такое же будет сооружение, наверное, но подобное, что-то такое, запоминающееся для всех, на Волге, на Сияге. Будем рассматривать разные варианты. Архитектурный фестиваль пройдет осенью 2021-го. Сегодня организаторы рассчитывают на поддержку региональной казны в размере трех миллионов рублей. На бюджетную поддержку рассчитывает и отрасль лесного хозяйства. На исполнение госпрограммы охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области в 2021 году запланировано 382 миллиона рублей. Из них почти 27 миллионов на мероприятия по сохранению лесов. Продолжится и работа по экологическому просвещению. Издательская деятельность – организация трансляций с мест обитания редких видов. Сегодня необходимо развивать и региональную систему особо охраняемых природных территорий. Соответствующая программа прежде существовала. Реализовать, правда, удалось лишь часть ее. Работу эту продолжат. Многие ОПТ необходимо на местности обозначить, что они существуют. Часть из них, как памятники, имеют таблички, а в слаге соответствующие. А некоторые, к сожалению, до сих пор еще без них. Допустим, Багановский закладник, Язовский балки – это крупные особо охраняемые природные территории. К сожалению, на местности, когда человек там проезжает, он не знает, что там ОПТ, там необходимо эти архитекты установить. Еще почти 30 миллионов рублей запланированы в региональном бюджете 2021 на реализацию мероприятий под программы «Экологический фонд». Экологический мониторинг, сохранение биоразнообразия подготовит и проект работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 2020 год плавно подходит к концу. Чем он запомнился жителям Ульяновска? Было ли в нем что-то светлое и позитивное? Что можно вспомнить с теплом? Узнаем это в нашей рубрике «Глаз народа». Ну а если серьезно, ну я еще более-менее живой, это, наверное, хорошо. В 2020 году, до пандемии, я успела съездить в путешествие, поэтому для меня это просто потрясающий год. Кроме того, проводились различные молодежные форумы, несмотря на пандемию, но учитывая все ограничения. Поэтому этот год я провела классно, с настроением, с новыми впечатлениями, новыми знакомствами, ну и новым опытом. Занят, работаю, востребован. Это хорошо само по себе. Несмотря на все трудности, мы все-таки не потеряли своего человеческого лица, готовы помогать друг другу и поддерживать друг друга. Выздоровел от короны. Славьте Господи. Трудный вопрос. В 2020 году вряд ли что-то хорошее исполнилось. А для вас это на самом деле? Для меня два отпуска и, в принципе, все, наверное. Лето было прекрасным. Лето было замечательным. Теплым, хорошим, морским. На море отдыхали. Вот. И еще ко мне приехала летом моя одногруппница. Это тоже здорово на самом деле. Ну... То есть вы больше мыслите позитивно, несмотря на все несгоды, или как? Ну, конечно, стараемся. Куда же без позитива-то? Больше негатива, да. Ну, а как справиться с этим негативом? Я не знаю. Так сразу не вспомнишь. Ну, на дачный сезон у меня был очень хороший. С удовольствием я там все это делала. Ну, а так вообще настроение-то неплохое, конечно. И пандемию, и все мы переживем. Он в большей степени с позитивом, потому что думать надо о хорошем, и мысли, чтобы были хорошие. И тогда мы справимся со всеми трудностями. Если думать о плохом, то и будет все плохо. Поэтому думать о хорошем, соблюдать все меры предосторожности, и все будет хорошо. Финансовая поддержка семьи при рождении детей, старшее поколение, спорт, норма жизни и еще две региональные программы. С основными элементами национального проекта «Демография» ему посвящена предстоящая семидневка. Об этом мы не только говорили на аппаратном совещании в правительстве. Слово Марине Тимофеевой. Ульяновские школьники перешли на триместровую систему обучения. 22 ноября завершились плановые каникулы. И в этот раз цифровые. Почти 4 тысячи детей в Ульяновской области имели возможность пройти онлайн мастер-классы по самым различным направлениям, связанным с цифровой экономикой, начиная от получения информации об основах информационной безопасности, заканчивая мастер-классами о том, каким образом подготовить презентацию для своих проектов. Цифровые каникулы закончились и снова за парты. И если у школьников с 1 по 6 класс ничего не изменилось, то для старшеклассников прописали новый формат обучения из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в Ульяновской области. Смены двухнедельный режим. На очной форме сначала 7 и 8 классы, после они уходят на дистанционку. И в школу отправляются 9, 10 и 11. Все дети, которые обучаться будут в дистанционном, на удаленном формате, то есть не будут посещать школу, а соответственно не будут кушать, им всем будет доставлен продуктовый набор. При этом на сменный режим обучения уйдут не все, лишь те образовательные организации, где более 200 учащихся. А это 148 школ. Также на аппаратном совещании обсудили программу поддержка местных инициатив. По итогам конкурсного отбора в 2020-м определены 34 проекта победителя. На следующий год уже подано 182 заявки. 44% из них о благоустройстве. И еще 31% связаны с объектами культуры. В чем особенность Ульяновской территории, что мы используем именно комплексный подход. То есть у нас и программное планирование используется, и информационное обеспечение. В частности мы используем электронную подачу заявок, что позволяет обеспечить открытость бюджета. И проектную деятельность тоже используется при реализации данных проектов. Национальный проект «Демография» разделит семеневку с цифровой экономикой. На неделе запустят линию 122. На этот короткий номер ульяновцы смогут позвонить по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, репортеры 73. Шесть проблемных домов в разных микрорайонах Ульяновска завершены с начала этого года. Вопрос с дольщиками контролируется сразу на нескольких уровнях. Работы ведутся совместно с Федеральным фондом защиты прав граждан участников долевого строительства. До конца 2020-го в Юго-Западном сдадут еще два многоквартирных дома. Евгений Луковкин с подробностями. Обездоленных становится меньше. 52 участника долевого строительства въедут в долгожданные квартиры до Нового года. Объект завершается под беспрецедентным вниманием. Процесс контролирует фонд, губернатор, глава города и районный депутат. С жителями постоянно на связи. Жители довольны и, в общем-то, очень надеются, что к Новому году они получат ключи и въедут в свои квартиры. Отрадно то, что благоустроительные работы на территории двора уже тоже ведутся и будут закончены на следующей неделе. Поспешишь, людей насмешишь. Осторожность не помешает. Люди устали от множества обещаний прежнего застройщика, неоднократно срывавшего сроки сдачи объекта. Нынешний генподрядчик предлагал завершить работу досрочно, но в городской администрации просит идти строго по графику. Срок у него стоит, хотя он грозился нам позавчера вместе с застройщиками, о том, что он сдаст 5 декабря. Но мы хотя бы просим, чтобы 10, как по графику на сегодня день. И вот отделку мы его будем побуждать, чтобы он 25, не позднее, сдал. 40 миллионов рублей, необходимых для доведения дома до ума и торжественного вручения ключей от заветных квартир, выделено из областного бюджета. На эти средства завершены работы по фасаду, кровле, сантехнике, электрике. Буквально вчера запустили тепло, и на следующей неделе планируем приступить к выполнению отделочных работ по квартирам. В настоящее время в завершающей стадии находятся работы по отделке места общего пользования, осталась плитка в мопах, работы по благоустройству территории и установке мопов. С новым подрядчиком в этом году введено в эксплуатацию 3 затянувшихся строительства. Ведутся работы на следующих объектах. На большинстве из них разные этапы встали на 60-90% готовности. На все эти дома деньги нашлись, найдутся и на оставшиеся. Вопрос с дольщиками в Ульяновской области требуется закрыть в максимально сжатые сроки. Контроль не прерывается ни на минуту. В республике Коми продолжается реконструкция Сыктывкарского стадиона, который станет ареной грядущего чемпионата мира по хоккею с мячом. Напомню, турнир среди команд группы «Б» пройдет с 27 по 31 января 2021 года. Команды группы «А» проведут свои матчи с 28 марта по 4 апреля, если, конечно, в дело не вмешается пандемия коронавируса и очередные ограничительные меры. Без срывов, графика и без переносов матчей стартовал регулярный чемпионат хоккейной суперлиги, где выступает ульяновская «Волга». Подробности матча против первоуральского «Уральского трубника» расскажем далее. Начало очередного матча осталось за ульяновскими хоккеистами. Первый мяч в ворота хозяев на восьмой минуте отправил Евгений Волгужев. На шестнадцатый Кирилл Петровский отрыв увеличил. Правда, комфортное преимущество продержалось всего две минуты. Уральский трубник один мяч отыграл. Но развить успех хозяевам не удалось. А вот ульяновцы сумели до перерыва еще раз огорчить голкипера первоуральской команды. По первому тайму, что мы три мяча пропустили, все три мяча получились. По прострелу, отскоке, да, были у соперника моменты, да, Микита сыграл неплохо. Но вот эти моменты, которые у нас, причем они выходят уже из матча в матч, те ошибки, которые мы делаем, они за эти ошибки нас наказывают. И получается, результатов положительного нет. Во второй сорока пятиминутке первоуральцы попытались изменить рисунок игры, сыграть первым номером и минимизировать ошибки. Новая тактика принесла свои плоды на пятьдесят девятой минуте, когда трубнику удалось сократить отставание. С таким положением дел ульяновские хоккеисты не согласились. И спустя две минуты Евгений Волгужев, оформив дубль, восстановил комфортное преимущество в два мяча. Кардинально изменить ход игры у первоуральцев не получилось. До финального свистка команды еще по разу огорчили друг друга. Был момент в концовке матча, мы были за пять, за шесть, когда вообще могли упустить и победу, но, возможно, и очки. Поэтому нам урок, что если и отдавать инициативу, то она должна быть в некой другой форме. Итоговый счет 3-5. И ульяновская «Волга» с семью очками переместилась на седьмую строчку турнирной таблицы. Следующий матч ульяновские хоккеисты вновь проведут на выезде. 24 ноября дружина Сергея Горчакова сыграет против новосибирского Сипсельмаша. В завершении телефон рекламного отдела 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30-41-73 и вы в эфире «Репортера-73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн. Тройная W, репортер73.тв. Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова